Приветствую на канале MAF. В этом видео я покажу, как пользоваться криптовалютой в странах, где ее покупка и продажа ограничена. Вы узнаете о P2P обменниках, Telegram-ботах, децентрализованных биржах и других легальных инструментах. Дело в том, что криптобиржи, такие как Binance, ограничивают торговлю для некоторых пользователей, а карты Visa и MasterCard не поддерживаются. Тогда единственным способом купить криптовалюту остается P2P обменник. В нем вы сами ищите человека, с которым можете совершить нужную сделку, а сервис лишь выступает как гарант этой сделки. В прошлых видео инструкциях мы рассматривали, как работают подобные обменники, на примере Telegram-бота BZBanker. С помощью него можно переводить рубли в доллары, обмениваться криптовалютой без комиссии, а также получать переводы из-за рубежа. Все ссылки есть в описании видео. Но есть и случаи, когда P2P обменник не подходит. Например, если нужно обменять одну криптовалюту на другую. Это может понадобиться, если вы занимаетесь трейдингом или инвестициями. В моем случае я уже купил USDT за рубли и теперь хочу обменять их на Bitcoin. Есть два возможных способа. Первый – вывести криптовалюту на сторонний кошелек и воспользоваться какой-нибудь из децентрализованных бирж. В них нет верификации, нет реальных валют и каких-либо ограничений со стороны регуляторов. Для этого нажимаю кошелек, затем вывести. Остается ввести адрес своего кошелька. О том, как пользоваться децентрализованной биржей на примере PancakeSwap, вы можете узнать в отдельной инструкции по ссылке в описании. Второй способ проще, и за него не придется платить комиссию. Но подойдет он только для перту-переобменника BZ Banker. Можно привязать этот Telegram-бот к веб-версии сайта BitZlat. В нем есть биржа, с возможностью обменивать криптовалюты между собой. Я покажу именно этот способ. Для начала нажимаю кнопку «Привязать в веб-аккаунт». Теперь выбираю «Получить код». Бот пишет, что я получу его после того, как отвечу на вопрос безопасности. Здесь важное предупреждение, что этот код нельзя передавать никому, даже настоящим агентам поддержки. Соглашаюсь с и нажимаю «Да». Теперь копирую этот код и перехожу по ссылке на bitzlata.com.p2p. Вам нужно будет зарегистрироваться на сайте, как и везде с помощью электронной почты. Я уже зарегистрирован, поэтому сразу перейду к следующему шагу. В правом верхнем углу нажимаю на свой логин и выбираю пункт «Телеграм». Нажимаю кнопку «Применить код». Здесь тоже нужно ответить на вопрос безопасности. Вы согласны с тем, что код подтверждения нельзя брать ни у кого, даже у настоящих агентов поддержки. Так действительно делать нельзя, потому что мошенники могут украсть средства. Нажимаю «Да». Вставляю код, который только что скопировал в своем Телеграм и жму кнопку «Объединить». Теперь аккаунты в Телеграм-боте и на сайте привязаны. Перехожу во вкладку «Кошельки». Здесь отображается 54 USDT, которые были куплены в Peer2Peer обменнике. Их нужно перевести на биржевой баланс. Для этого нажимаю «Перевод». В поле «Из» выбираю Peer2Peer. В поле «В» биржа выбралась автоматически. Сумму можно вписать вручную, а можно выбрать сразу 100% от баланса. Жму «Перевести». Операция выполнилась моментально и без комиссии. Теперь можно заходить на биржу. Жму на вкладку «Торговля». Здесь стандартный интерфейс с графиком, книгой ордеров и другой информацией. Пара Bitcoin USDT выбрана по умолчанию. Она мне как раз и нужна. Справа сверху есть окно создания ордера. Я куплю по текущей рыночной цене на все USDT, что у меня есть. Нажимаю «100%», а затем «Покупка BTC». Чтобы продать Bitcoin за рубли, понадобится перевести его с биржевого баланса на Peer2Peer. Так же, как я до этого делал с USDT, только наоборот. Захожу в личный кабинет, во вкладку «Кошельки». На этот раз в поле «Из» выбираю «Биржа». «100%» и «Перевести». Теперь могу продать Bitcoin за рубли. Как это сделать с помощью Telegram-бота я уже рассматривал в прошлой видеоинструкции, поэтому сейчас покажу, как сделать то же самое, но уже в веб-версии. Нажимаю на вкладку «Перейти в Peer2Peer». Здесь вижу доску объявления. С помощью фильтра слева могу выбрать нужную мне сделку. Выбираю «Продать» и «Тинькофф». Биткоины и рубли здесь выбраны по умолчанию. Теперь ищу подходящую мне цену и лимиты. Можно перейти на вторую страницу и выбрать там. Вот эта сделка мне подходит, потому что здесь лимит от 3 до 100 тысяч рублей. Нажимаю «Продать» напротив нее. Слева вижу информацию о сделке. Курс 3,230,000. У трейдера верифицированы документы и 1130 положительных отзывов. Если бы большинство отзывов были отрицательными, а документы не верифицированы, я бы поискал другую сделку. Справа условия торговли, которые пишет сам трейдер. В моем случае нет никаких специальных требований. Если у вас будут условия, которые не устраивают, то стоит тоже поискать другую сделку. Сверху ввожу количество биткоинов, которые хочу продать. Количество рублей, которые получу, рассчитывается автоматически. Далее нужно написать реквизиты карты, на которые хочу получить рубли. Для этого нажимаю «Указать реквизиты». Вписываю их и жму «Ок». И в конце желтая кнопка «Начать сделку». С этого момента указанная сумма биткоинов будет заблокирована. Ее нельзя будет продать по другому объявлению, перевести другому пользователю, вывести на биржу или внешний кошелек. Так обменник защищает трейдера тем, что у меня точно есть указанное количество монет. В течение 10 минут трейдер должен будет откликнуться на сделку, оповещение о которой ему пришло. Если этого не произойдет, сделка автоматически отменится и монеты разблокируются. Нужно просто подождать ответа. Если у вас новый аккаунт, без верификации, рейтинга и отзывов, то некоторые пользователи возможно не будут вам доверять. Отказы – нормальная ситуация, но если пройти верификацию, это заметно упростит процесс. Я вижу, что статус изменился, а значит трейдер подтвердил сделку со мной. Теперь в течение 30 минут он должен будет перечислить мне деньги. Если этого не произойдет, сделка автоматически отменится. Статус снова поменялся. Трейдер совершил перевод. Я должен проверить в своем мобильном приложении банка сумму и валюту, в которой пришли деньги. Если они не пришли или меня что-то насторожило, то я могу об этом написать трейдеру в чате, справа. Если после этого он не выполняет условия, то через 2 часа сделка отменится автоматически и биткоины разблокируются. Также может подключиться сотрудник поддержки, который поможет разобраться в ситуации. Мне деньги действительно пришли, поэтому могу нажимать на кнопку «Отпустить монеты». Обменник попросит еще раз проверить получение средств на карту и предупреждает, что после завершения сделки вернуть биткоины уже будет невозможно. Я убедился в поступлении, поэтому нажимаю ОК. Сделка завершена. Я могу оставить чаевые, если мне понравилось работать с трейдером. А на этой странице теперь можно получить выписку и оценить сделку с помощью эмодзи. Мне все понравилось, поэтому ставлю сердечко. Таким образом, я привязал телеграм-бот пертупер обменника к криптобиржи и смог поменять USDT на биткоин. Затем в веб-версии обменника продал биткоины за рубли. При этом не столкнулся с ограничениями по лимитам и использованию карт Visa и MasterCard. Напишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать из следующих инструкций. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До скорого!